О, сколько нам открытий чудных Готовит просвещение дух И опыт сын ошибок трудных И гений парадоксов друг И случай бог изобретатель Нет, сегодня поговорим не о Пушкине Но тоже о великом и тоже о поэте А отрывок Пушкинский очень кстати укладывается в нашу сегодняшнюю тему Ведь некоторые до сих пор всерьез считают Низа Ами из Гянджи Азербайджанским поэтом Именно для тех, кто так считает Мы подготовили просвещение дух А меня можете считать парадоксов ваших другом Итак, Низа Ами Гянджи Ви Начнем с того, как поэта представляют в разных странах мира И сравним с тем, как его позиционирует Азербайджан Если полистать энциклопедии разных стран на разных языках То мы с удивлением заметим Что и английская, и русская, и французская, и арабская, и индийская И другие все вместе взятые версии Говорят о Низа Ами как о персидском поэте Даже турецкая Википедия, несмотря на то, что в братских отношениях с Азербайджаном И та рассказывает о Низа Ами как о персидском поэте Правда, с небольшой оговоркой Низа Ами родился в Гянджи на территории современного Азербайджана Турки упомянули таки Азербайджан Но сделали это хитроумно С одной стороны топоним Азербайджан Имеется в тексте С другой стороны перед топонимом Очень верное прилагательное Современного С намеком на то, что В эпоху рождения Низа Ами в Гяндже Эта территория называлась Араном И управляли ею от объеки копчакского рода племени Сам же Азербайджан находился, как я уже не раз говорил Южнее Аракса В котором Низа Ами никогда не жил Отец Низа Ами, Юсуф Ибн Заки, перс по национальности Приехал в Гянджу из Скума Это центральный Иран Мать поэта Раиса Тоже имела иранское происхождение И по словам самого Низа Ами Была курдианкой Дочерью вождя курдского племени Об этом писал Низа Ами Писал Низа Ами исключительно на родном Фарси Ни в одном из его произведений не упоминаются азербайджанцы И думаю догадываетесь почему Он не знал об их существовании Так же как не знал, что пройдут сотни лет И его будут величать таинственным прилагательным азербайджанский Даже готов представить такую картину Низа Ами воскрес На дворе 2014 год К нему спешит азербайджанский журналист за сенсацией Долго мучающий народ И первый вопрос азербайджанского журналиста к Низа Ами Начинался бы с самого важного Низа Ами бы недоуменно посмотрел на него Не поняв ни слова из того, что сказал репортер И ответил бы ему на родном Фарси Так в чем же дело? Почему поэт, родившийся в Аране У которого отец Перс, мать Курдианка, писавшего и говорившего на Фарси Называют азербайджанским поэтом в Азербайджане Тогда как весь мир его считают персидским поэтом Попробуем найти ответ Если бы вы были героем научно-популярно-фантастического романа Герберта Уэллса «Машина времени» И отправились бы в Баку ровно на сто лет назад В 1914 год То, во-первых, вас бы не поняли Если бы вы кого-то назвали там азербайджанцем Тогда они именовали себя еще мусульманами Во-вторых, о Низа Ами бы единицы там слышали И эти бы единицы сказали однозначно Да, знаем о таком поэте Персидский поэт Он похоронен там, в Гандже Напоминаю, речь о 1914 годе До начала строительства архитекторами Армянином, кстати, Саркисовым И русским Вахутином Мавзолея Низами в Гандже Оставалось еще 33 года Ибо близко со своим великим азербайджанцы Познакомились впервые Лишь к 40-м годам прошлого столетия Иными словами, спустя почти 800 лет после его кончины И столетием позже, чем с творчеством Низами Успел ознакомиться европейский и русский читатель Бывает ли такое вообще с национальными поэтами? К примеру, Европа впервые услышала имя Низами Еще в конце 17 века Благодаря французскому ориенталисту Баркалами Дарбело Автору, изданного в 1697 году Знаменитого труда Библиотек Ориенталь у Диксионер А Россия чуть позже И тоже благодаря западным ориенталистам Которые стали делать переводы персидского на русский язык Азербайджанизация Низами Началась с приходом советской власти И установлением этой самой власти у закавказских татар Дело в том, что советам туго приходилось Ибо не все народы и новообразованные республики СССР Обладали богатым наследием культуры и истории Например, в своей речи на собрании студентов От 18 мая 1925 года О политических задачах университета народов Востока Сталин сказал Советские республики Востока неоднородны Одни из них, например, Грузия и Армения Стоят на высшей ступени национального оформления Другие из них, например, Чечня и Кабарда Стоят на низшей ступени национального оформления За их оформление и брались советы прежде всего У кого-то из этих народов были уже свои эпосы Народные сказители К примеру, тюрки и копчаки в этом отношении Пошли куда дальше, собратьев тюрок-огузов У казахов народными сказителями были Абай-Кунанбаев Хотя это такое уже позднее Средневековье Или даже вовсе не Средневековье Это 19-й век Курман-Газы Эпос Кыс-Жебек У кыргызов эпос Манас У кого таковых не было Решили придать нечто общетюркское К примеру, эпос Керуглу или Китааби-Дей-Дей-Кургут Считаются национальным достоянием как Азербайджана, так и Туркменистана Но если у Туркменистана был Махтум-Кулей То у Азербайджана никого из Средневековья или более нового времени Такого чрезмерно популярного практически не было Физули не в счет Он хоть и туркоман, но и с Кербеллы Вот Низа Амии самый раз Да, Перс, ну и что Родился на территории современного Азербайджана И советы помогали И снова процитируем того же Сталина Нельзя смешивать Баку с Азербайджаном Баку вырос не из недр Азербайджана Он отстроен сверху усилиями Нобеля, Ротшильда, Вишау и других Что касается самого Азербайджана То он является страной самых отсталых патриархально-феодальных отношений Это цитата из книги Сталина Сочинение Том 5, 1947 год Страница 44 Кто хочет, может ознакомиться Нельзя Ами стал азербайджанским поэтом только по единственному поводу Родился на территории современного Азербайджана Иначе в азербайджанских поэтов можно было бы записать и всех остальных персидских мастеров слова Айни, например, Саади, Хафиза, Рудакий Но даже если он уроженец Азербайджана Хотя не Азербайджана, а Арана, как я говорил Опять же, какой он азербайджанский Почему бы в таком случае не представить того же Михаила Булгакова украинским писателем Или, например, поэта Владимира Маяковского С таким же успехом можно было зачислить великие грузинские поэты Тем более, он не только родился и некоторое время жил в Грузии Он еще и писал «Только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин» Это писал Маяковский И таких примеров можно приводить бесчисленное количество, десятками Если в предисловии Кхосроф Ищерин, изданной в 1935 году Переводчик с фарси Евгений Дунаевский Писал, что в ряду персидских классиков Низами самый яркий представитель романтической поэзии А до него и в словарях Эфрона и Брукгауза Низами был персидским поэтом То уже в 1938 году с легкой руки Академии наук СССР В связи с 800-летием Низами Он был уже объявлен гениальным азербайджанским поэтом А еще через год, в 1939 году И большая советская энциклопедия Впервые объявила Низами великим азербайджанским поэтом Забывая о том, что это единственный Национальный и великий поэт Который ни строчки не писал об азербайджанцах Зато есть персонаж в поэме Кхосроф Ищерин Армянка, красавица, ширин Субтитры создавал DimaTorzok